Всем привет! Это программа «Дополнительное время». Неделя подошла к концу, за эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Первая новость пришла к нам из Саранска. Там 19 мая прошел чемпионат и первенство Мордовии по легкой атлетике. Подопечные тренеров Алексея Колганова и Марины Мачкаевы вновь показали высокий класс Саровской легкоатлетической школы. Поведителями соревнований стали Павел Жарков в прыжках в длину, Мария Девяткина и Евгения Иришева на дистанции 400 метров. На вторую ступень пьедестала почета по итогам забега на дистанции 400 метров поднялся Иван Гавриков. Валерия Борисова в беге на 400 метров стала бронзовым призером. 10 мая в город вернулась группа старовских альпинистов и скалолазов, которая выезжала в Крым в район города Судак для проведения учебно-тренировочных сборов по альпинизму и соревнований по скалолазанию на естественном рельефе. После проведения тренировочных занятий старовчане совершили три восхождения на гору Сокол, которая протянулась стеной вдоль шоссе Судак-Новый Свет на 2 километра. При восхождении отрабатывались различные способы взаимодействия связок. Особенностью Сокола является то, что к обеду на стене становится очень жарко. К счастью, иногда удавалось укрыться в тени сосен, которые каким-то причудливым образом зацепились на горных кручах. В заключении были проведены соревнования по скалолазанию, где лучшие результаты на скорости и сложность показали Юлия Трусова, Елена Домрачева из КБ-3, Инна Турутина из ИТМФ, Сергей Смирнов из Синтека, Евгений Галкин, который представлял ИФВ, и Владимир Гужовский из КБ-2. 19 мая в Стормском парке Нижнего Новгорода прошли соревнования «Российский азимут-2018», в рамках которой более 100 спортсменов продемонстрировали свои навыки ориентирования. Ученик 2-го класса лицея номер 3 Олег Капунов показал лучший результат в младшей юношеской группе. Награду ему вручила заслуженный мастер спорта России по спортивному ориентированию, чемпионка мира Светлана Миронова. Татьяна Сурова, представляющая КФК «Вымпел» в старшей женской группе, стала бронзовым призером соревнований. Также 7 спортсменов, представляющих ветераны Сарова, получили свои награды. Светлана Львова, Валентина Балдонова, в средневозрастной группе у женщин Ирина Малышева, Нина Федорова, Елена Шещанникова, в старшей возрастной группе у женщин Сергей Егошин и Валентин Медведкин, в старшей возрастной группе у мужчин. В Сарове стартовал чемпионат города по футболу. За звание чемпиона в первой лиге будут бороться 9 команд. Дю Шикар, Динамо воинская часть, Динамо ВД, СК Терем, Авангард, Вымпел, Арсенал, Буревестник, Чайка. Первым матчем чемпионата стал поединок между Дю Шикар и Динамо из воинской части. Как это было, смотрите прямо сейчас. Для футболистов и просто саровских любителей этой игры началась жаркая пора. Совсем скоро пройдут первые игры главного спортивного события этого лета, чемпионата мира FIFA 2018. А пока все с нетерпением ждут этих матчей, в Сарове стартовал городской чемпионат по футболу среди мужских команд. Бороться за кубок и звание чемпиона города будут в 70-й раз. В этом году мы немножко видоизменили схему турнира. Разделили наши имеющиеся команды на две группы, то есть на две лиги, первая и вторая. Пять команд второй лиги будут играть три круга. Сильнейший получит право в следующем сезоне войти в элитный дивизион. А в первой лиге девять более сильных команд в два круга разыграют титул чемпиона города. Самое главное решение было в том, чтобы команды одинаковые по своим возможностям, характеристикам. Им было просто интересно играть друг с другом. Первую игру городского чемпионата провели команды второй лиги «Энергия» и «Консар». Они не в первый раз встречаются на поле и знают сильные и слабые стороны друг друга. Команда «Консар» вышла в этом году в обновленном составе. Команда на самом деле молодая. Когда-то я в свое время играл, но сейчас приходят молодые ребята, на мой взгляд, очень успешные. Показать высокий класс игры и получить место в первой лиге – это задача минимум у «Энергии». Команда также приняла в свои ряды много новых игроков и, оценив их возможности, руководство делает ставки только на победу. У нас трое у нас, как всегда, на победу. Благо, сейчас сделали две группы, то есть отделили сильных от менее сильных, скажем так. Ну, мы надеемся победить в этой группе. Игра показала, что на поле вышли равные по силе соперники. Первый матч второй лиги закончился со счетом 1-1. Команда «Динамо ВЧ» и «Дюз Шикар», которые следом вышли на поле, сыграли со счетом 7-0. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. На стадионе «Икар» на этой неделе собрались почти 200 воспитанников детских садов в возрасте 6 лет. Повод – сдача норм ГТО. Мы, конечно же, не могли упустить эту возможность и отправились сами все посмотреть и пообщаться с педагогами на тему подготовки к тестированию. Воспитанников и педагогов детского сада номер 9 в нашем городе считают первопроходцами в сдаче норм ГТО среди дошкольников. В прошлом году они впервые решились на спортивное тестирование детей. В этом году количество ребят, которые решили сдавать нормативы, заметно увеличилось. Примером для них послужили старшие ребята. В этом году проходил праздник, посвященный вручению значков ГТО. Наши школьники уже пришли к нашим деткам. Детки посмотрели, на эти значки захотели тоже их заработать в этом году. И вот сегодня мы представляем уже второй поколение. Бег на 100 метров, подтягивания, отжимания и подъем тыловища из положения лежа, наклоны и прыжки. Дошколя там было, где себя проявить. Чтобы дети показывали высокие результаты в день тестирования, сотрудники сада ведут с подопечными долгую и кропотливую работу в течение всего учебного года. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые настолько возможны в городе. На занятиях физкультуры. Я лично на зарядке, на выгорах подвижных. На вопрос, в каком возрасте лучше выполнять тестирование комплекса ГТО, и воспитатели детских садов, и сотрудники центра тестирования единогласно отвечают. Чем раньше, тем лучше. Это очень важно. Чем раньше приобщиться к физкультуре и спорту, тем ты будешь здоровее, тем здоровый образ жизни будешь вести. Когда с маловеса привыкаешь к детским упражнениям, это дисциплинирует. Нормативы ГТО может сдать любой желающий. Для того, чтобы попасть на тестирование, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале gto.ru, записаться на нужные испытания в муниципальном центре тестирования и в назначенный день прийти на стадион. Прошлые выходные для нас, журналистов Канал 16, выдались знаменательными. Мы провели первый в нашей практике турнир по боулингу. Прошло все в потрясающей спортивной атмосфере, и все нюансы встречи и имена победителей вы увидите в нашем репортаже. Спортивный азарт, неподдельные эмоции, ни с чем не сравнимый звук падающих кегель. Утром выходного дня ресторан «Прайм» открыл свои двери для тех, кто был серьезно отстроен стать чемпионом по боулингу и забрать себе заветный кубок. Для кого-то этот вид спорта далеко не в новинку. Ну а кто-то взял в руки шар впервые. Первый день. Чего? Серьезно. Серьезно? Первый раз шарф выиграл? Впервые. То есть можно сказать, что новичкам везет? Безусловно. В турнире по боулингу приняли участие шесть команд. Некоторые даже пришли целой семьей. В боулинг ребята из команды «Торпедо» играют по возможности. Чаще их можно встретить на трибунах ледовой арены. Для них хоккей – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому даже на турнир они пришли с шарфами любимого клуба. Хоккейный клуб «Торпедо»! Вперед! 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 Футболисты, программисты, физики, ядерщики. Попробовать свои силы в этом виде спорта пришли более 20 человек. Одними из самых шумных и веселых оказались ребята из команды «Сочиняя мечты». Мы квейщики. Мы сборище веселых людей, которые веселим народ. Активно выбивали страйки и сотрудники ядерного центра. Для команды «Вымпел» это не первый подобный турнир. Но все-таки к игре они подошли с большой ответственностью. И даже тренировались в свободное время. Мы все работаем в ВНЕФе, в КБ-2, поэтому «Вымпел». Ребята все с разных подразделений собрались, организовались, потопковались, играем. По итогам полуторачасового игрового марафона победителем первого турнира по боулингу на призы канала 16 стала команда «Вымпел». Ребята набрали более двух тысяч игровых баллов и заслуженно забрали кубок. Второе место досталось команде «Пловцы Сарова». Бронзу забрали участники команды «Икотный пионер». Несмотря на то, что победитель был только один, турнир вызвал бурю эмоций у всех его участников. Все отлично, все просто супер. Нам очень понравилось. Мы готовы повторить, конечно. Все хорошо. Время просто пролетело. Даже не заметили как. Чемпионат прекрасно. Я вообще думал, что мы выступим хуже. Сильные соперники. Мы привезли с собой легионера. Он профессионал своего дела, он программист. Но, к сожалению, его навык не помог ему в расчете идеальной траектории. Все отлично, все понравилось. Почаще бы такие турниры устраивать. Это был первый турнир по боулингу на призы канала «16». И он нашел положительный отклик у саровчан. А это значит, что подобные соревнования могут стать доброй традицией. В эти выходные можно смело занимать места на трибунах стадиона «Икар». 26 мая в 16.30 пройдет футбольная схватка между командами «ФК Саров» и «ФК Локомотив РПМ» «Нижний Новгород». Рубиться команды будут в рамках чемпионата Нижегородской области по футболу «Высшая лига». Любите сидеть с удочкой на берегу? Отлично! 27 мая отправляйтесь на правый берег пруда городского. Чемпионат и первенство по рыболовному спорту в дисциплине ловли по плавочной удочке начнется именно там. Подать заявку на участие можно до 27 мая, обратившись в Федерацию рыболовного спорта города Сарова. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!